Сегодняшний ролик у нас посвящен обзору полной лицевой маски Unix 5100. Ее можно также считать противогазом полноценным, поскольку она работает при загрязнении до 200 ПДК. Достаточно удобная и недорогая маска с хорошим большим панорамным стеклом, с большим ассортиментом картриджей, которые позволяют защищать органы дыхания от многих промышленных и других загрязнений, растворителей, газов, вплоть до аммиака и так далее. По ассортименту я сейчас пройдусь. Для начала я покажу, как эта маска одевается. Вот у нее здесь есть 5 лямок, 2 боковых, с одной стороны 2 с другой и одна верхняя. Для начала мы эти лямки расслабляем, здесь есть удобные такие фиксаторы ремня. И снизу за подбородок надеваем ее на лицо, натягивая лямки на голову. Расправляем по лицу обтюратор, подтягиваем два верхних ремня, два ниже и самый верхний головной центральный. Еще раз смотрим, чтобы ничего нигде не подвернулось, чтобы прилегающая вот эта резина хорошо по лицу легла. И проверим, насколько маска герметична. Для этого закроем вот эти два отверстия, которые нужны для подключения картриджа или фильтрующих и попробуем сделать вдох. Как можно заметить, маска нигде не пропускает воздух по периметру, что говорит о том, что она хорошего качества, хорошо прилегает и достаточно герметична. Вот таким образом ослабляем ремни. Тут быстро сбрасывающая система фиксации ремня, то есть его натягиваешь и одним движением он ослабляется. К этой маске существует достаточно большой ассортимент картриджей сменных, которые позволяют защищать органы дыхания от различных загрязнений. Есть как картриджи для серьезной защиты от испарений и газов, так и простые противопылевые картриджи, которые нужны для защиты от обычной строительной пыли. Существует классификация для защитных картриджей, для противогазов и масок полнолицевых. Буква А означает защиту от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65 градусов Цельсия. Это циклогексан, бензол, ксилол, талол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол и другие. Буква Б означает защиту от неорганических газов и паров, хлор, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод, йод и другие, кроме оксида углерода. Буква Е означает защиту от кислых газов и паров, диоксид серы, хлорид водорода, фосфин и т.д. Буква К означает защиту от аммиака и его органических производных. Буква П означает защиту от аэрозолей, пыль, дым, туман и т.д. Есть еще более редкие картриджи, которые обозначаются буквами АХ. Это защита от паров и газов опасных органических соединений с температурой кипения ниже 65 градусов Цельсия. Изобутан, диметиловый эфир, бутан, окисетилена, ацетилен, бензин, керосин, ацетон и другие. Есть еще обозначение HG, это от паров ртути. Обозначение CO, это от оксидов углерода. И обозначение NO, это от оксидов азота. Но вот эти четыре последних типов защиты в картриджах я не встречал для этой маски. К этой маске есть картриджи первых категорий защиты, первых пяти. Цифры после букв означают степень защиты от данного загрязнения. То есть первая цифра 1, это защита низкой эффективности, цифра 2, это средней эффективности, цифра 3, это высокой эффективности. Для гражданского противогаза, для его фильтров считается необходимым иметь защиту типа А, Б, Е, К и П. То есть защиту от паров и газов органических веществ, неорганических веществ, кислых газов и паров, аммиака и от аэрозолей типа пыли, дыма, тумана. Теперь, зная вот эти обозначения фильтрующих картриджей, их маркировку, посмотрим, какие к ней есть именно фильтрующие картриджи, против чего они защищают и сколько они стоят. Есть фильтр Unix 501A1 по цене 341 рубль. Он защищает нас от органических паров и газов, маркировка А1 означает, что защита низкой эффективности. Следующий картридж у нас Unix 502A2, это такая же защита от органических газов и паров, но средней эффективности. Он стоит уже подороже, 813 рублей. Следующий фильтр Unix 512A2, K это у нас защита от аммиака, 2 это средняя эффективность, цена 885 рублей. Дальше идет фильтр Unix 521ABE1. ABE у нас это защита от органических газов и паров, неорганических газов и паров. E это защита от кислых газов и паров. 1 это защита низкой эффективности. И он стоит еще дороже, 915 рублей. Дальше у нас еще более мощный фильтр Unix 522A2B2E2. Это такая же защита от органических газов и паров, неорганических и от кислых газов и паров. Но 2 это средняя эффективность. Цена его 1234 рубля на данный момент. И есть еще один фильтр Unix 531ABEK1. Это защита от максимального количества загрязнений для данной маски. То есть это защита от органических, неорганических, кислых газов и паров, а также от аммиака. Но единичка означает, что защита низкой эффективности. То есть серьезные какие-то промышленные загрязнения лучше в ней не лезть. Но тем не менее для гражданского применения можно иметь и такой фильтр в виду. При необходимости он обеспечит защиту. Покажу как использовать эти фильтры. Вот я купил фильтр Unix 502A2. Это защита от как раз органики, от растворителей типа лаков, красок, white spirit. То есть в нем можно делать какие-то лакокрасочные работы. Подключается он к вот этой маске при помощи вот этого крепления. И у нее два больших выступа и один маленький. И вот здесь рисочка есть у маленького выступа. То же самое на картридже. Есть риска у впадины, у вот этой выемки маленькой. Есть две побольше. Вот эту маленькую выемку мы совмещаем с маленьким выступом, где риски есть. И поворачиваем по часовой стрелке до щелчка небольшого. С этой стороны то же самое. Маленькую выемку с риской совмещаем с риской и с маленьким выступом. И поворачиваем по часовой стрелке до упора. Вот у нас маска в сборе с фильтрующими картриджами. Подтягиваем ремни, чтобы маска плотно сидела. Дышится в ней достаточно легко. Вот эти фильтры в достаточно большой площади. Дыхание не затрудняют. Я думаю, что можно будет заниматься физической активностью, достаточно высокой интенсивностью в этом противогазе. То есть где-то лазить, что-то красить и при этом не испытывать проблем с затрудненностью дыхания. Нужно обратить внимание, что вот удачная конструкция в этой маске. У нее есть такой внутренний такой подмасочник. Вот он. Может быть здесь виднее будет. Вот этот подмасочник. Он непосредственно прилегает к лицу. Вот здесь, где нос и рот закрывает их. И когда мы выдыхаем, воздух идет непосредственно в него. Вот это пространство, где лицо, где у нас стекло, оно не подвергается воздействию влажного воздуха, который мы выдыхаем. Поэтому запотевание сведено к минимуму. Также интересно устроено, что вдох, когда мы вдыхаем, он идет из вот этого пространства, вот в это внутреннее пространство подмасочника. То есть происходит дополнительная вентиляция вот этого пространства под стеклом при вдохе. Идет забор сухого внешнего воздуха через вот эти фильтры. Дополнительная влажность отсюда собирается. И через вот эти два клапана уходит в подмасочник. И после этого при выдохе, опять же, сюда она не попадает. вот эта влажность она уходит в подмасочник и уходит в клапан выдоха удачная конструкция то есть тут происходит двойная как сказать защита от влажности при вдохе у нас вентилируется в эту область а при выдохе у нас эту область изолируется и непосредственно в подмасочник уходит вся влажность какие у нас еще есть аксессуары вот к этим фильтром на к этим картриджем есть такие специальные пред фильтры дополнительные фильтры которые выглядят вот так у нас есть предфильтр unix p1 p1 это обычная защита от пыли слабые степени защиты по цене 94 рубля вот так вот они выглядят в пакетике в таком про них написано что это фильтры противоаэрозольные unix p1 низкий класс эффективности при концентрации аэрозолей не выше 100 миллиграмм на кубометр для чего не нужны они нужны чтобы значительно продлить срок службы вот этого более дорогого фильтра который защищает нас непосредственно тоже более вредных веществ чтобы их использовать вместе с этим фильтром мы их вот так вот ставим и используя такие крышечки которые мы тоже дополнительно должны купить отдельно так вот эту крышечку надеваем на вот эту предфильтр таким образом защелкиваем на корпусе на корпусе самого картриджа поставим 2 точно так же закроем крышкой и вот у нас дополнительно защита от пыли от аэрозолей для основного картриджа попробуем как дышится теперь с ними какого-то сильного усложнения дыхания не заметил дышится все также достаточно легко думаю что эти предфильтры обязательно нужно использовать чтобы экономить ресурс вот этого основного картриджа также купил вот чтобы показать для примера такой противоаэрозольный фильтр dot eqp 3d называется вот так вот выглядит этот фильтр от пыли по 3 это означает защиту от пыли высокой эффективности d это вот именно что защита от пыли там какая-то доломитовая крошка используется в тестировании соответствует гостом какого-то 2013 года также девятого и вот эти вот фильтры они используются естественно отдельно от вот этого фильтра от картриджа самостоятельно фильтр назначенными для защиты от пыли становится таким же образом маленький маленького это выемка соответствует маленькому выступу совмещается поворачиваться по часовой стрелке здесь тоже самое дышать легко приятно думаю что можно работать с такими фильтрами если нет каких-то растворителей то открыли вполне будет достаточно этих фильтров они стоят подешевле цена вот этого фильтра около 250 рублей противопылевого высокой степени защиты p3 причем-то за каждый то есть также как и вот эти карты же цена идет за каждый запрет фильтры и за вот эти крышечки все продается поштучно по одной штучке также я слышал что к этой маске существует как это защита на стекло такая как бы пленочка которая клеится по бокам вот я в ассортименте в магазине чуть не нашел такого но слышал в интернете что продаются такие пленки защитные но они хоть стекло и защищают но поскольку они клеятся по краям под них проникает пыль неизвестно может быть это даже хуже потому что протереть невозможно приходится отлеплять ее приклеивать новую они одноразовые это все будет расходы плюс пыль которая попадет под эту пленку она будет тереть стекло основной маски может быть в этом и нет смысла еще я слышал что эти маски выпускаются трех размеров хотя инструкция там противоречит и в каталоге в магазине указан только один размер но тем не менее вот здесь вот есть маркировка 02 и где-то я слышал упоминание что вот это 02 означает размер то есть есть типа три размера 1 2 и 3 и вот это 02 якобы второй размер но если будете покупать столкнетесь с этим проверьте может быть там где вы будете покупать может быть эти размеры есть все это 02 может быть 0103 мерите по своему лицу чтобы маска хорошо прилегала и не пропускал воздух по периметру естественно когда используешь такие маски нужно не иметь бороды усов потому что если есть борода то плотного прилегания не будет через волосы пойдет подтягивание загрязненного воздуха и даже если есть хотя бы просто усы они будут препятствовать плотному прилеганию от этого подмасочника которая прилегает непосредственно на вот эту область носогубная позволяет нам дышать защищая в это стекло от запотевания то есть изолирует это нашу области носогубную направляя выдох непосредственно выпускной клапан защищая вот это стекло от запотевания то есть если у вас будут усы плотного прилегания здесь не будет у вас будет маска потеть пробежавшись по интернет магазинам я обнаружил что в общем то мы рассмотрели все варианты аксессуаров для этой маски единственно что вот эти предфильтры бывают трех степеней защиты p1 p2 и p3 в зависимости от того насколько у вас запыленная работа можно взять более высокой степени защиты p3 можно более низкой p1 но тоже на ваше усмотрение что еще добавить про эту маску маска выполнена очень хорошо никаких изъянов я в ней не вижу вот эти вот устройство фиксации ремней великолепные очень удобно использование быстрые как при затягивании так и при сбросе очень удобная конструкция сама вот эта резина это на самом деле силикон то есть это намного лучше чем резина она не будет трескаться на жаре и от возраста как это иногда происходит с резиновыми изделиями они очень гладкие и приятные не пахнут резиной эти все ремни прилегающие вот это вот часть маски внутренний подмасочник тоже неплохо сделан достаточно хорошо прилегает к лицу но можно было бы чуть-чуть поплотнее сделать прилегание здесь это я чувствую такую небольшую свободу но тем не менее для изоляции выдыхаемого воздуха влажного это достаточно сам производитель называется зелинский групп или же а у вас арбент то есть видимо у с арбент входит зелинский групп потому что все это выпускается одной компании но на карте же написано вас арбент маска на маске написано зелинский групп не так понимаю что это одно и то же изготовлен это в россии в перми качество меня более чем устраивает вот я думаю что эта маска даже поинтереснее выглядит чем некоторые маски 3м потому что цена этой маски около 3600 рублей маски 3м стоит там под 12 при том что я маску 3 мерил и особых преимуществ не заметил то есть эта маска вполне вполне тянет составляет им конкуренцию может быть у 3м есть более широкий ассортимент картриджей с какими-то дополнительными степенями защиты вот это я пока сказать не могу но ассортимента картриджей вот этой маски для гражданского применения бытового более чем достаточно то есть эта маска может быть использована при лакокрасочных работах каких-то цементных работах связанных с пылью при работах в условиях загрязнения аммиаком кислыми парами органическими и неорганическими растворителями от всего от этого картриджи защитные есть ну а если вам нужно уже более серьезное применение в каких-то очень токсичных условиях ну наверное посмотреть на какие-то другие модели другие противогазы и других производителей еще можно добавить что у этого производителя есть аналогичные маски вот эта модель 5100 есть еще более старшая модель называется модель 6100 она оснащена она в принципе аналогичная этой маски но она оснащена каким-то переговорным устройством то есть где-то вот в этой части у нее есть такая дополнительная мембрана которая якобы позволяет лучше передавать голос то есть вас будет лучше слышно но эта маска стоит 3600 там а стоит 6000 примерно в ролике вы можете послушать насколько хорошо меня было слышно когда я был в маске не знаю насколько нужно переговорное устройство более дорогой маски модели 6600 но насколько мне сказали продавцы магазине когда я говорил в этой маске у меня было достаточно хорошо слышно когда я примерил маску 6100 тоже было хорошо слышно но не намного лучше практически так же еще есть аналогичная полная лицевая маска этого же производителя модели 5000 она в принципе почти такая же единственное немножко меньше остекления то есть обзор похуже будет и вот эти вот резиновой части у нее не из силикона а из резины ну наверное резина немножко похуже по характеристикам своим мне кажется она будет все-таки раньше трескаться хранения на жаре там или как-то от воздействия кислорода все-таки резина мне кажется менее долговечна чем силикон но стоит она поменьше она стоит 2900 рублей против 3600 вот у этой маски но я буду именно вот это выбрал более дорогую за 6000 вообще не вижу смысла выбирать с переговорным устройством что она практически такая же по остеклению и особо ничем не отличается кроме дополнительного какой-то дополнительной мембраны разговорный смысла в ней как-то я особо не заметил также у этого производителя есть полумаски которые идут без без защиты глаз без стекла без очков то есть все это там если нужно защищать глаза то приобретаются отдельно очки носятся но там есть свои минусы потому что если будут очки запотевать вам придется снимать и протирать и никакой возможности провентилировать их нет а здесь как я уже сказал вот это стекло оно каждое при каждом вдохе вентилируется за счет того что воздух поступая снаружи обдувает вот это стекло и идет на вот эту в полу маску вот эту дополнительную подмасочник таким образом осушая вот это стекло от конденсата в полу масках такой возможности не будет вам придется отдельно очки протирать снимать таким образом защита будет хуже у полу масок на этом наверно у меня все рассказал про эту маску все что знал если будут какие-то вопросы задавать в комментариях